Так, 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 что сегодня на улице? Утром был дождь, сейчас вроде бы налаживается, да? Небо немножко проясняется, хотя будет сегодня облачно. Но дождя вроде быть пока не должно. Хорошо. Всем доброе утро, девочки мои! Выглянула, как всегда, уже по привычке утром в окошко. Посмотрела, какая сегодня погода. Стоит ли выдвигаться из дома или сидеть дома? Я последние два дня отдыхала. Позволила себе такой отдых на диване, чтобы полежать, чтобы все мои косточки и суставчики отдохнули, и голова тоже отдохнула. Но сегодня я уже решила, нужно начинать какие-то движения, что-то делать. Я запланировала съездить на рынок. Рынок, как он у нас назывался, универсальный? Рынок Донской называется. Ну, это рынок строительных материалов. И там для интерьера много чего можно посмотреть. Ну, в общем, нужно купить там розеточки, посмотреть накладку на батарею. Мне так подсказали, что там может быть. Ну, и так кое-что еще посмотреть, что там хорошего есть. В общем, сегодня выходной, завтра понедельник, там будет рынок закрытый. В понедельник он не работает, я знаю. Поэтому уже тянуть резину надо брать, уже собираться ехать. В общем, я позавтракала, кашку поела, кофе попила. И, в общем, одеваюсь сейчас и выдвигаюсь. Пойду там, пошатаюсь по рынку. Еду специально одна, чтобы никто меня не отвлекал. Чтобы не торопясь, спокойно походить там, погулять по рынку, посмотреть, что там есть, подумать. И, может быть, что-то там приобрести интересное. Поеду на такси туда и назад. Не буду я ездить в транспорте, не переживайте. Ну, что, девочки, я приехала на рынок Донской универсальный на такси. Ну, что, заходим, посмотрим. Давненько я тут не была уже. Что там есть. Вот такой вот у нас рыночек, девочки. Сегодня хоть и воскресенье, но, видно, погодка плохая, поэтому людей мало. Ну, и хорошо. Я не люблю, когда сталпотворение. Когда будет хорошая погода, то здесь вообще будет народу очень много. И обои, и шторы можно купить. Кстати, вот шторы надо зайти посмотреть. Зашла, девочки, в павильон. Хочу посмотреть. Тут тоже шторы разные, занавески продают. И мебель там дальше есть. В общем, глядим, глядим. Большой очень выбор ассортимент. Пойдем внутрь. Девочки, смотрите, тут в павильоне есть вот огромное такое пространство. Диванов куча. И здесь можно купить дешевле, чем в магазине. Диваны, столы. Да, вообще любую мебель. И даже могут сделать под заказ. И выбрать расцветку и размеры, которые нужны. И, в общем, я даже свою стенку покупала где-то здесь, на этом рынке. Смотрите, какой огромный выбор занавесок. Шторы, гардины. Да, здесь больше выбор, чем где-либо вообще. На любой вкус и цвет есть. Разноцветные, с цветочками. В общем, девочки у нас на рынке. Чего только нету. И краски. Прямой эфир, да? Хорошо. И краски, и стройматериалы, и электрика всякая разная. В общем, всё, что нужно для ремонта, для дома, для интерьера. В общем, здесь можно всё-всё-всё для дома приобрести. И можно поторговаться, и скидочку могут сделать. В общем, рынок хороший. Я даже нашла здесь накладку на батарею на 7 секций. Вот видите, накладочки тут висят. Ну что, девочки мои, купила я накладочку на батарею. Вот такая накладочка. Она просто одевается, видите. На 7 секций нашла на рынке. Она просто вот так одевается. И всё, и держится. Можно сюда бельё вешать. Ну вот хорошо. Теперь батарея у меня прикрыта. Я довольна. Кто говорил, что она сильно прозрачная, не сильно она прозрачная. В любом случае, её можно снять, помыть, если она запылится. В общем, классно. Смотрится хорошо. Всё прикрывает, всё закрывает. Со всех сторон. Меня устраивает. Здесь раз пыль вытерли, бельё повесили. Классная. Занависку, если прикрыть, вот так. За занависочкой она хорошо смотрится. Купила, девочки, новый выключатель. Такой же, как у меня был. Смотрите, насколько старый пожелтел. Один в один, такой же белорусского производства. И вот он, видите, какой жёлтый стал. Новенький поставлю, будет беленький. Ну, розетки тоже точно такие же купила, как у меня и стояли. Вот. Взяла самоклейку вот такого цвета. Ножичек. Градусник новый за окно. Повешу. Вот. Ну, и всё. Ну, это петелечки. Это мне нужно там для одного дела. А ещё, девочки, я заказала занавески. Ну, я купила занавески. Оставила их там подшивать. Вот туда, на ту стенку. И занавески примерно такого же цвета, как у меня на окне. Только немножечко полегче. Там чуть-чуть другая ткань. В общем, увидите вы их потом, когда я их заберу. Всем доброе утро, девочки мои. День следующий. Я вчера с рынка пришла. Вот это вот только показать вам смогла, что купила. И всё. Я так устала. Я не знаю, то ли я ещё от ремонта не отошла, то ли, может быть, на меня влияет вот эта пасмурная погода. В общем, короче говоря, почувствовала усталость, прилегла и отдыхала. Уже ничего вчера не снимала. Ну, а сегодня я утром проснулась. И думаю, надо, во-первых, покушать, приготовить. Вчера я пельмешки себе сварила и не заморачивалась. Сегодня хочу приготовить плов. Разморозила уже свининку, почистила морковку, лук. И, в общем, в мультиварке, в мультикухне своей собираюсь это всё нарезать, покидать. И пусть оно там готовится. А я тем временем хочу заняться другими делами. Хочу вам показать, для чего я купила самоклейку и что я собираюсь с ней делать. Ну, давайте всё по порядку. Сначала я приготовлю себе еду, чтобы у меня уже был готовый обед. И чтобы я потом уже раз покушала, и всё. И всё. Да, силы быстро заканчиваются. Ну, что тут попишешь? Как бы уже, знаете, немолодая вроде как. Ладно, давайте не будем тянуть резину. Начнём готовить. В общем, девочки, я взяла свининки полкило, порезала кубиками, примерно так по 2 сантиметра. Одну морковку и одну луковицу я взяла и порезала морковку соломкой, луковицу, как мне нравится. Включила на режим жарка мультикухню свою. И добавляю масло сюда 20-30 миллилитров. Ну, я обычно это делаю так, на глазик. Всё. И теперь отправляем туда овощи и мясо. Всё обжаривать будем. Это всё 10 минут. Помешиваю. 10 минут прошло. Теперь можно посолить. Ну, я беру соль адыгейскую. Она очень подходит сюда. Посолить, поперчить. Бросить специи. Так, перчик. Перец я беру. Букет перцев у меня. И любую приправу к плову. Ну, такая у меня есть. Это открытая. Ещё другая есть. Ну, в принципе, без разницы какая. Ну, приправу тоже будете ложить по вкусу. Кому как нравится. Побольше, поменьше. Я не люблю слишком много специй. Поэтому я так аккуратненько с этими специями. Так, я ещё раз, пожалуй, перемешаю. Вот это всё. Два мерных стакана риса я промыла. Они полежали немножко в воде. И теперь я отправляю сюда. Рис обычный. Ну, у меня обычный рис. Это краснодарский. Вообще, круглый рис советуют. У меня какой есть, такой я и ложу. Он нормально получается. Вполне меня устраивает. Всё, разровняем сейчас вот это всё. Дальше туда вставить можно зубочки чеснока. Вообще, чеснок не чищенный. Туда отправляют головку целую. Ну, я просто взяла зубчики, потому что у меня целой головки такой, чтобы нормальной не было. Этот чеснок потом он не будет чувствоваться. И его просто вот так в рис повтыкать. И всё. Так, ну и всё. Сюда я вливаю пол-литра воды. Ну, пол-литра это 3 стакана мерных воды. В общем, я уже это всё знаю, поэтому сразу пол-литра наливаю. Это вода у меня горячая, кипячёная. И всё. Можно закрывать крышку и ставить режим плов на 45 минут. Ну, пока мой плов готовится. Короче, решила я вам рассказать, зачем я купила самоклеющую ленту. Вот у меня здесь 3 ниши есть на шкафу. И вот каждая ниша, задняя стенка, она идёт вот такая, не облицованная. Ну, там, где за телевизором, не очень видно. Внизу тоже как бы там не особо. А вот это вот у меня, тут уже я обклеила фотографиями. Кстати говоря, фотографии, тут девчонки ещё молоденькие совсем. Дочки тут лет 18, лет 20, наверное. Вот Кристинке с дочей. Сыну 16 лет. Молоденький такой. Ну, и тут лет 18 дочки. И, в общем, ну, тут я, конечно, наложила уже всякого разного. В общем, всё это я хочу убрать и вот эту заднюю стенку облицовать, облицевать вот этой вот самоклеющей плёнкой. Я взяла её чуть-чуть на тон светлее, чтобы она как бы осветляла эту нишу. И я думаю, должно смотреться неплохо. Кстати говоря, кто мне говорит, выбросьте стенку, покрасьте её в белый цвет, Девочки, а зачем её красить в белый цвет? Вот смотрите, у неё очень хороший цвет. Это сосна. Вообще, когда я её принесла, когда мне её поставили в комнате, здесь у меня, наверное, с полгода пахло сосной, так приятно, заходишь с улицы, а тут как будто сосна стоит. И, в общем-то, нормально она выглядит, она меня функционально устраивает, размеры и всё. Единственное, что, конечно, пожелтели вот эти вот, вот эта отделочка и торцы немножко пожелтели. Вот, ну, что поделать? А сама по себе светлая, светло-бежевая стенка, меня она устраивает. Ладно, короче говоря, сейчас я начну, наверное, там, где стоит телевизор, там меньше видно, если что-то будет не получаться. Первый блин, как говорится, комом. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вот, за телевизором нишу я обклеила. В общем, очередная авантюра мамы Чоли. Вроде бы удалась. С одной стороны, вроде бы и легче, но с другой стороны, сложнее клеить вот эту самоклейку. Легче, потому что она тут разлинована и отмерять легче, обрезать легче кусочки эти. А с другой стороны, липкая лента, она прилипает и уже как обои не подвинешь. Но всё равно, в общем-то, небольшие куски нормально. Ладно, телек ставлю на место. Ну, в общем, со второй ниши я тоже справилась. Сейчас обратно туда поставлю все свои подзарядные устройства. Там у меня провода и всё такое. И приступим уже к самой такой видимой нише. Ну, в общем, сняла, девочки, эти фотографии. И у меня они были, оказывается, на двухстороннем скотче наклеены. Но боковины там не осталось клея. А вот задняя стенка, там вот эти вот пятнышки остались. Ну, заднюю я как раз и обклею сейчас. Ну, вот. И последняя ниша у меня преобразилась. В общем, теперь у меня всё симпатично. Ниши светлые стали. Ну, что сюда поставить, я ещё подумаю пока. Ну, лишнее поубираю. В общем, то, что нужно, поставлю. Теперь мне всё нравится. Ну, а там, где у меня посуда, статуэтки и всё такое, это уже отдельная будет история. Там половину надо перебрать, половину отдать или выбросить. И там я тоже буду всё менять. Всё. Начинку поменяю. Ну, пока поставила так. Потом ещё буду придумывать, что, как, куда поставить. В общем, всё. Закончила я это дело. Ну, вот и плов мой готов. Всё. Сажусь обедать. Проголодалась я. Буду добренькая, когда покушаю. Ну, что, девочки мои хорошие, я покушала плов. Плов получился отменный. Я его поела с удовольствием. Даже хотела добавку положить, но воздержалась. Думаю, не буду переедать. Если что, попозже поем ещё. Вот. Ну, в общем, планы на сегодня, которые у меня были, я хотела нише вот это заклеить. И я их заклеила. Что вам хочу сказать насчёт самоклейки. Конечно, ну, на вертикальной поверхности ещё худо-бедно можно клеить. На горизонтальной самоклейку. Особенно большими кусками клеить сложно. Я ещё хотела там поверхность одну поклеить. Пыталась, пыталась. Но потом я там отёрла. Пятнышки какие были. И, в общем, не стала это делать. Что ещё я хотела сделать сегодня? Я вам показывала, я купила градусник уличный. Но у нас там полоскает дождь. Вообще, каждый день дожди. Пасмурно. На улице темно. И, в общем, короче говоря, дождусь я сухой погоды и спокойно вот это вот поклею. Мне, в общем-то, в шею никто не толкает. И ещё. Самоклейка я хочу поклеить. Вот, видите, у меня карниз в комнате там, да? Коричневая там идёт. Коричневые так вот две полоски. Ну, под дерево там тоже видно чем-то наклеено. Я их хочу тоже вот этой с фитлой самоклеечкой вот эти полосочки заклеить. Но сегодня, честно говоря, у меня нету никаких сил. Я вот и пыталась себя уговорить залезть и поклеить. Но оно кажется вроде немножко, кажется вроде легко. На самом деле, это нужно туда-сюда прыгать, отрезать вот эти полоски, отмерять, отрезать. Я всё это делаю на полу. Этот рулон этот раскладываю, отмеряю, отрезаю. Мне это удобно. В общем, короче говоря, опять фитнес, опять подъёмы, наклоны и всё такое. Ну, в общем, меня опять-таки в шею никто не толкает. И всё это я сделаю потихоньку, по чуть-чуть. В общем-то, да? Куда торопиться? Я никуда не тороплюсь. В общем, я это сделаю. Всё это преобразится. Часы, которые чёрные, у меня висят в комнате. Ну, вот вы видите, да? С одной стороны я могу туда повесить белые часы. У меня вот здесь в кухне висят часы белые. На белом фоне чёрные циферки и чёрные стрелочки. А там получается чёрный фон и белые циферки, белые стрелочки. Но, честно говоря, мне очень хорошо видно вот эти циферки, стрелочки. Я привыкла, что они висят, как бы чётко видно. Как раз вот для моего зрения то, что нужно, подходит. С другой стороны, думаю, ну, я же всё-таки ещё хочу поискать. Может быть, я найду картину с часами. И тогда уже я тогда часы вообще там уберу. И они там не будут висеть, а будут часы на картине. Поэтому я пока что ещё, как говорится, в поисках. Ну, я сейчас ещё никуда не вырываюсь из дома. Погода мне никак не шепчет выходить из дома и лазить где-то по улицам в дождливую погоду. Я жду, пока распогодится. И, в общем, тогда уже помотаюсь по магазинам, посмотрю. Тогда будет приятно выйти на улицу, прогуляться, свежим воздухом подышать. Посетить какие-то, может, магазины, походить, поприсматривать что-нибудь. И купить себе часы, которые я хочу. В общем, девочки, наклейку вот этого карниза я решила отложить до завтра, наверное. Завтра, если, в общем, никаких срочных дел не будет. И я потихонечку это уже со свежими силами поклею и вам покажу, как это будет выглядеть. Ну, в любом случае, все мои изменения. Если я даже что-то маломальски буду делать, менять в комнате, естественно, я все сниму и вам покажу. Все это вы увидите. Ну, а сегодня, в общем-то, я решила это видео закончить. Пусть оно будет коротеньким, зато я его завтра утречком быстренько смонтирую и начну делать новые дела. А мне нужно уже отдохнуть, набраться сил для новых дел. Поэтому я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.